У нас есть устройство плавного опуска с 7М-сириус, 3РВ, 43-34. Сейчас рассмотрим, какие у него есть параметры. Когда перед настройкой ОПП нужно обращать внимание на его таблицы, здесь написан класс. В данном случае у нас класс 10. Вот этот класс 10 говорит о том, что прибор нельзя перегружать больше 10 секунд при тяжелом запуске. Если будет дольше перед, он будет всегда выдавать перегрев самого модуля, самого ОПП. У нас этот ОПП управляет роторной трампилкой, болотковой трампилкой, двигатель 45 кВт, 80 А. Ампераж выбираем по таблице, есть специальная таблица по инструкции его. Мы выбираем 93 А, но выставили мы 90 А. Сейчас по его меню, сейчас покажется в меню наше отображение тока, которое сейчас находится на грузках. Чтобы зайти в меню, в меню нужно нажать Escape. Мы вошли в меню, сейчас, кстати, рабочий ток, выйдем полностью. С настроек последних, вот наш, нажимаем ОК, меню. Индикация измененных значений. Если зайти сюда, мы можем выбрать значения, которые мы хотим отображать на мониторе. Допустим, фазные токи, выбрать. Все, они у нас будут всегда отображаться по умолчанию на мониторе. Нажимаем Escape, выходим. Дальше идет индикатор состояний. Здесь мы можем просмотреть состояние привода. Допустим, двигатель работает, состояние устройства. Набор параметров первый выбран. Тип подключения, выхода не меняли, так. Направление вращения. Просмотреть состояние выходов. У нас выходы, или входы, никакие не сработаны, потому что у нас по правильной сети профибаз связь идет. Вот так, вот сюда мы зашли. Допустим, добавление, входы выбрать. Состояние входов. Выйти. Выходы. Состояние выходов. Входы находятся здесь. Первый, второй, третий, четвертый. Это датчик температурный, если не ошибаюсь, у нас его нет. И чтобы, допустим, запустить устройство, нужно данный плюс. Вот есть плюс-минус у него. Данный плюс подать на первый вход. Сейчас запрограммирован, можем подать на первый вход. На четвертом у нас запрограммированный сброс. Если по профибазу он будет стоять, его можно будет запустить через первый вход. Ну и сбросить четвертым. При аварии, ошибке. Вот это питание самого управления, скажем так. Выходы находятся здесь. Здесь релейные выходы. Вот они все разрисованы. Нормально открытый контакт. Нормально открытый, нормально открытый, закрытый. Получается четыре выхода. Нажимаем выход. Заказной номер. Информация о программном обеспечении. Выходим. Следующий идет настройки. Выбираем настройки. Набор параметров один. Мы используем только первый набор параметров. Выбор. Двигатель. Вот наша 90 ампер. Это ток ИЕ, который выбирается по таблице, по мощности двигателя. Если поставим ниже, тогда двигатель просто может не успеть разогнаться. И он выдает, что перегрев двигателя будет воспринимать, как будто перегревается двигатель. Номинальный момент выставляется автоматически, когда мы выставляем ток. И надо будет выставить частоту вращения. В принципе, здесь все. Копирование в параметры 2 нам не надо. Выходим. Дальше у нас настройка впуска. Выбираем настройку впуска. Ограничение тока. Здесь в ограничении тока начальное напряжение 50%. Время впуска 8 секунд. Можно поставить 10. Максимальное время впуска отключено. Параметры ограничения тока 390%. Ниже ставить нежелательно, потому что двигатель просто не успеет раскрутиться. А больше ставить... Если привод не успевает раскрутиться, даже вплоть до того, что будет выходить перегрев двигателя, ну, математической модели двигателя, тогда тут можно будет поднимать выше. Но при сильно большом, тогда может перегреваться здесь сам нотык. Ну, если еще время большое поставить. Номинальное напряжение трогания 40%. Время трогания в 0 миллисекунд. Это говорит о том, что это напряжение не используется. Данный режим используется для толчка привода кратковременного, для старта, чтобы сдвинуть его с места, а потом плавно раскрутить. В нашем случае мы это не применяем, нам это не надо. Все, выходим. Настройка выбега у нас стоит свободный выбег, мы его не тормозим. Если нужно, можем выбег задать по времени. Но сейчас ничего задать мы не сможем, потому что привод работает, не дает нам войти в это линию. Дальше. Параметры в ползучей скорости. Это нам не надо. Параметры ограничения тока по умолчанию. 15, 113. Тоже, в принципе, можно не трогать. Параметры 2, 3, 4. Здесь настройка входов. Вот у нас первый вход. Старт двигателя. Второй, третий не используется. Третий, вот, сброс расцепителя. Как раз вот, или плюс, и N4. Когда авария на приводе, можно сбросить замыканием, вот, поставка, перемычка. На плюс, она, на четвертый вход. Выходим, настройка выходов. Выбрать время включения, даже не знаю, что. Ну, и остальные у нас не запрограммировали. Ну, желательно... Желательно выход, который у нас будет использоваться на запуск следующего привода. Надо будет выставить режим байпас. Режим байпас, это когда у нас внутренний пускатель притянется уже... Уже, ну... Когда отработает, получается, перисторый и притянется уже внутренний пускатель. Потому что зачастую было так, что... Когда выставляется просто работа двигателя, двигатель еще только начинает разгоняться, а выход уже будет сработан. Потому что выход равно... Двигай, ну-ка, привод работает, плавный пуск. Ну, запуск еще... Кстати, у нас привод запустился. Кстати, да, снова... Вот он, привод работает, но идет запуск привода. Вот, щелкнул, это сработал внутренний пускатель, и мы перешли на прямую подачу без... Без полупроводника, без цилистера. Вот, и в это время, пока привод запускается, его может просто засыпать. Тоже один из таких моментов. Так, сделаем эскейп, выйдем наши выхода. Сделаем эскейп. Так. Дальше идет защита двигателя. Выбираем. Класс отключения 10. Ну, это... Предзначение не симметрии тока. 40, это по умолчанию. Границы предупреждения. Гресс разобщения 0 секунд. Тоже, по-моему, по умолчанию. Разогрев двигателя 80%. Время паузы отключено. Время восстановления готовности 60 секунд. Энергонезависимость, да? Датчик температуры деактивирован. Так как у нас его физически нет. Ну, и на двигателе нету. Самого датчика. Все, выходим. Дисплей, настройки дисплея здесь. Там русский язык, контрастность, подсветка. Время реакции, в принципе, ничего интересного. Вот, поведение при... Перегрев, термическая модель двигателя. Отключение без перезапуска. Температурный датчик перегруз. Отключение без перезапуска, но у нас его нет. Так, все, превышение параметров ограничения тока. Предупреждение. Коммутационный элемент перегрузки. Это получается, когда наши терристоры, чтобы не было перегрузки, отключение без перезапуска. Асимметрия отключения, замыкание на землю. По умолчанию стоит предупреждение. Ну, лучше поставить отключение. Так, все, выходим. Следующее. Да, тут ему можем задать имя. И полевая шина. Так, как у нас стоит профибас, модуль профибас стоит, мы его настраиваем еще здесь. Полевая шина выбираем. Режим интерфейс полевой шины включен. Стоит включен. Общую диагностику блокировать. Поведение при ЦПУ мастера остановит. Включить эквивалент. Адрес станции 7. Это адрес по профибас. Семерка. Скорость передачи данных по умолчанию 1500. Эквивалент. Дальше ничего трогать не надо. Ну, и блокировка конфигурации ЦПУ мастер. Включен. Выходим. И обязательно. Вот это точно обязательно. Есть опция сохранить. Ее нужно выбрать. Сохранить настройки. И когда он будет стоять при нажатии ОК, он спросит сохранить настройки. Надо будет подтвердить ОК, и он их сохранит. Если этого не сделать, при следующем отключении питания, именно вот этого питания с привода, все настройки собьются на предыдущие. Поэтому, вот еще раз повторяю, обязательно сохранить настройки. Эти настройки находятся в самом конце режима параметров. Опция сохранить набор. В режиме настройки мы заходим, и в самом конце идет опция сохранить. Обязательно при любых изменениях, если эти изменения нужны, правильно, их нужно сохранить. Если хотите просто что-то попробовать, а потом сбросить, то отключили питание, и ваши переделки сбросились. Так, и скид. Дальше идет управление двигателем. Вот, выбираем. Его можно запустить с клавиши, это здесь выбрать запуск. Можно управление через входы. И сейчас стоит стандартное управление, автоматика. Групп нет. Вот, по этому не помню. По-моему, здесь стоят управления, именно идет приоритет. Самый высокий приоритет у профибас, потом у входов, и потом, когда с панели управления запуск. Escape. Так, ну, статистика, по статистике здесь, журнал регистрации, вот, ошибка устройства нет. Так, срабатывание, вот, перегрузка термической модели двигателя, допустим, то же самое, то же самое. Ну, это как то, что было, происходило с двигателем. Событий нет. И здесь еще вот очень полезное меню. Есть индикатор максимума. Здесь вот токи в процентах можно посмотреть. Фазный ток, вот, минимальный. Максимальный, вот, 443 процента. Токи, вот, в амперах это все можно посмотреть. 500, 727, 498. Токи, линейные напряжения, так же самое, можно просмотреть. Минимальный, максимальный. И в самом конце, здесь где-то должно быть, это все можно, минимальный, максимальный, их сбросить, где-то должно быть. Линейные напряжения, максимальный ток срабатывания, количество срабатываний перегрузки, частота. Максимальная температура радиатора 56. Коммутационных элементов. И вот, в конце можно сбросить индикацию максимума. Выполнить, да? И заново отследить ваши изменения в приводе. Какие были отклонения, максимум, минимум. Как бы очень полезно. Статистика, топ двигателя, последовательный ток срабатывания, время работы, ну, и всякая статистика, короче. Ну, по меню все.